В некотором царстве, в некотором государстве, ни на Марсе, ни на Луне, жил картофель в земле. Свойства царское имел, накормить народ умел. Слово, наша речь о том, как пришел картофель в дом, о всем судьбе, об уходе, о работе в огороде, о подделах вкусной пищи. Ответы на праздники отыщем. В этот осенний денек на площадке детского клуба по месту жительства Пилигрим в микрорайоне Мирном было многолюдно. Гремела музыка, развивались разноцветные флажки, развернулись столы с необычными поделками, а стены ближайшего здания украсили пестрые и веселые рисунки. Причем главным персонажем и симпатичных фигурок, и картинок была обычная наша, родная наша картошка. Словом, здесь развернулся развеселый праздник «Ах, картошечка, картошка», организованный Домом детского творчества «Созвездие» вместе с детским садом номер 27 «Петушок». Цель этого праздника – это прославить нашу русскую культуру «Картошка». Мы хотим, чтобы год начался вот с такого необычного, наверное, на первый взгляд, праздника, праздника, русского праздника «Ах, картошечка, картошка». А в учебном году я хочу пожелать, чтобы в нашем клубе не смолкали детский смех и побольше нам детей. Историю картофеля в России связывают с Петром I. В конце XVII века, находясь в Нидерландах, российский император заинтересовался картофелем и прислал мешок клубней графу Шереметьеву. Первое время картофель считался диковинным, экзотическим овощем. На дворцовых балах и банкетах его подавали, как редкое лакомое блюдо, посыпая сахаром, а не солью. К 1766 году картофель стали возделывать на участках Петербурга, Новгорода и в других губерниях. Однако завоевывал Россию картофель с большим трудом. В 60-х годах XVIII века во многих районах страны разразился голод, и Сенат издал специальный указ, рекомендующий разведение картофеля как для питания семьи, так и для прокорма животных. Но наши крестьяне предпочитали репу и речку и называли картофель чертовым яблоком. Причиной были случаи отравления, поскольку в пищу крестьяне порой употребляли зеленые ядовитые ягоды картофеля, а не клубни. Поэтому под страхом каторги российские крестьяне отказывались разводить картофель. В историю вошли массовые волнения крестьян под названием картофельные бунты. И все же, когда в 1840 году всходы озимых в России почти повсеместно погибли и начался голод, правительство Николая I решило в обязательном порядке расширять посадки картофеля. Сегодня без картофеля русскую деревню трудно представить. Картошка на Руси – это второй хлеб. И в деревнях старались гектарами ее садить, чтобы в дубль было зимой покушать и себе, и родственникам. Ну и как бы картошка, картошки – разные блюда. Ее едят и жареную, и вареную, и тушеную, и она никогда не проедается. То, что картошка никогда не надоедает, а блюд из нее сотни, и все они очень вкусные, одни драники чего стоят – это всем известно. Так что можно с уверенностью сказать – картошка – это наше все. Я люблю картошку с курицей в духовке, борщ, ну, картошку просто так кушать. Я помогаю садить и выкапывать. Пропололи, дождик полил, потом в сентябре выкопали картошку. В качестве сюрприза гостей этого замечательного праздника лично поприветствовала и сама картошка, причем в весьма стильном прикиде. Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые! Я приветствую вас на празднике, который проводится в мою честь. Нет на земле такого места, где бы картофель не употребляли в пищу. У нас в народе говорят – картошка хлебу присошка, картошка кормилица, картошка на Руси – второй хлеб. Это правда? Да! К празднику картошки гостям торжества было предложено воспеть столь дивный овощ в лирическом жанре. Я мама в декрете, ребенок в второй школе учится, в первом классе, и поэтому узнали в Вайбере, в группе, получается, объявление, что вот есть конкурс картошка. И решили поучаствовать, мы рисунок нарисовали, и стих придумали всей семьей. Стих называется «Любимая картошка». «Весной мы в землю картошку посадим, ухаживать будем, дождем поливать, а солнышко свете, чтоб сил набралась, и в огороде она разрослась. Картошка наш хлеб, и всему голова, в России главное блюдо она. Пускай же картошку у всех урожай, природа любимая, на нас не серчай». Оказывается, обычная, даже банальная картошка может стать героиней очень даже вдохновенных стихотворных строк. «Картофель наш, кумир народный, и мы поем свой гимн земной, со времен Петра в России модный, не зря зовется хлеб второй». «То снег, то дождик, с неба свода, от неба милости не ждем, девиз у нашего народа, картошка есть, не пропадем. Картофель и печем, и жарим, его кладем и в суп, и в борщ, и эту истину мы знаем, вкуснее пищи не найдешь. «Едим картошку с хлебом, с солью, не мыслим без нее обед, мы все прониклись к ней любовью на сотни лет, на сотни лет». На творческий конкурс в трех номинациях было представлено более 70 работ. Участниками стали ребята из всех школ города, комплексного центра социального обслуживания, детских садов номер 27, 19, 35 и 36. Победителем конкурса рисунков стал Денис Зобнин, ученик школы номер 4. Призерами стали Кирилл Полынцев, ученик школы номер 5 и Михаил Наумов, учащийся школу номер 7. Среди воспитанников детских садов победителями стали София Горелова, детский сад номер 36, Саша Розавина, детский сад номер 27 и Юля Чупахина, детский сад номер 35. В конкурсе поделок из природного материала первые места заняли и Настя Кулешова, комплексный центр социального обслуживания, Настя Перевалова, школа номер 5. Лучшими в литературном конкурсе стали Василиса Зыкова, детский сад номер 19, Полина Жукова, детский клуб «Вертикаль», Арина Столбанова, школа номер 5. На праздники волонтеры городского отряда «Мы вместе» в ярких костюмах провели интересную программу, завершающим аккордом которой стал гимн картошки, исполненный всеми участниками. На игровых площадках ребята с удовольствием участвовали в веселых забавах и получали сладкие призы.